Приветствую вас, и человек, как известно, существо достаточно внушаемо. Из-за того, что человек внушаемое существо, те стереотипы поведения, которые ему внушают с детства, особенно на постсоветском пространстве, достаточно крепко укореняются в его сознании. Мужчину воспитывают как охотника-завоевателя, как эдакого такого устремленного вперед быть первым стрелка. И по этой причине мужчина всегда будоражит, когда он первый, или чувствует себя первым, или чувствует возможность быть первым у женщины. Как же ведь он сорвал, ну можно сказать, по его мнению, уникальный цветок. В действительности думается мне, что это обусловлено собственничеством мужчин и более болезненным самолюбием, чем, например, у женщин. То есть мужчине нравится думать, что он первый у большого количества женщин. Ему нравится думать, что все, кто будут после него, мужчины, будут сравнимы с ним. То есть женщина будет сравнивать их с первым. Потому что говорят, что для, ну опять же, как бы внушение справедливо не только для мужчины, а для женщин. И женщина умножает, что первый мужчина это незабываемо. Ну, на самом деле, незабываемо не первый мужчина, а незабываемое чувство, эмоции, связь, контакт, взаимодействие, химия, если можно сказать. Но никак не секс. Вот это вот то, это то, что люди понять не могут. Соответственно, соответственно, мужчине очень импонируют стать девушкой, которая ни с кем никогда не была. Ну, мужчина чувствует себя, во-первых, опытным, чувствует себя покровительным, это тоже очень повышает самооценку. Вот. Он чувствует, что может ее чему-то научить, что-то подсказать. Вот. И мужчине нравится ее так называемая чистота. Хотя, конечно, о никакой чистоте, как таковой, речи не идет. Надо сказать, что подобные вещи заводят только тех мужчин, которые секс используют в качестве самоутверждения, и тех мужчин, у которых болезненное самолюбие, а также которые не уверены в себе. Вот. По тем или иным причинам, другие мужчины, более зрелые, более мудрые, более умные, более развитые, не придают этому никакого значения. Будь то девственницы, будь то не девственницы, если человек хороший, если девушка импонирует, если интересы, вкусы, взгляды, пристрастия совпадают, то эти люди будут вместе. Вот. Я думаю, что насколько раньше было модно приводносить девственность, сейчас наблюдается тенденция немножко другая, ее принижение. На мой взгляд, и принижать, и обесценивать, и возвеличивать, а девственность не нужно. Потому что это действительно значимо, но значимо только для самой девушки. То есть это в первую очередь значимо для нее, не для мужчины, который с ней может быть, а может и не быть. И если девушка целенаправленно хочет, хочет быть только с одним мужчиной, ну и что ж. Это ее выбор. Но если девушка не хочет быть с одним мужчиной, но при этом она не может позволить себе заниматься сексом, например, классическим, это уже детали. Понимаете? Вот. Поэтому и обесценивать девственность, как выбор, человека не стоит. И преувеличивать, как невероятную ценность, так же не нужно. Не стоит забывать и чисто о сексуальном аспектах. То есть, мужчина понимает, что если девочка девственница, то скорее всего никогда не получала удовольствие от секса. Хотя это бывает не всегда так. Но тем не менее. Это стереотип. И еще один. Соответственно, мужчина думает, что если этим первым мужчиной будет он, то он доставит ей первое удовольствие, которое она будет считать невероятно сильным, восхитительным и так далее. Многие мужчины достаточно умны, чтобы понимать, что это будет ровно до того, пока она не встретит любимого человека, с которым чувства будут, конечно, более яркими. Но даже в этом случае мужчине приятно думать, что он у него первый, и приятно думать, что такие чувства, как с ним, она больше не испытает низких. Ну вот хочется мужчине быть единственным, неповторимым, уникальным, первым. Вообще, первенство, это то, что закладывается в мужчинах с раннего детства, конкуренция и детственность, это от черти проявления этой самой конкуренции. То есть я первый, я победил, я победитель. Вот. Для мужчин это важно. Ну, надо сказать, что для мужчин стран СНГ, конечно же. То есть на постсоветском пространстве. Вот. Потому что в других странах, в Европе, Америке, там, конечно, к этому относятся более спокойно и менее ярко выраженно. И думается мне, что на это нужно ориентироваться. То есть бывает, когда вот девушка действительно действенная, потому что не хочет тратить свое время отдаваться тому, кто ей не нравится, чисто ради секса. Но, с другой стороны, этому ведь может либо способствовать, либо наоборот, препятствовать имперамент, либидо. Да. И что делать, если девушка, например, хочет быть детственницей, но при этом у нее сильная либидо. Ну вот. Я думаю, что подобные вещи не должны ни в коем случае ограничивать с человеком. Ну вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Желаю вам всего доброго и удачи. До новых встреч! Субтитры Алексею Дубровскому!